18 наград в форме трезубца, выполненные из чистого серебра. Сегодня эти ордена Народный Герой Украины в Харькове вручают тем, кто совершил подвиги в борьбе за целостность и независимость Украины. Первыми награды получают родные и близкие военных, погибших в зоне АТО. Спасибо вам за вашего сына. Спасибо за его жертву, за его поступок. Мы никогда его не забудем. Нагороду отримает мать героя Галина Алексеевна Мамодельева. Лично ордена сегодня получают военные медики, бойцы добровольческих батальонов и вооружённых сил Украины, в том числе защитники Донецкого аэропорта. По словам военного врача Владимира Зборовского, за время его пребывания на Донбассе были моменты, когда во время обстрелов и бомбёжек несколько раз мысленно молился, чтобы остаться в живых. Орден, полученный сегодня, говорит мужчина, доказывает, что украинский народ по-настоящему ценит поступки тех, кто защищает Украину непосредственно на фронте. Таких, чтобы в героических каких-то моментах, поняну на скаку остановить или там танк подбить штык ножом, нет, такого не было. Скорее всего, это какая-то совокупность каких-то событий, да. Ну, многие ребята, которые там были, заслуживают только за то, что они там были. Потому что находиться какое-то время под обстрелами и под градами, туда не могли зайти наши враги только потому, что они там находились. Из 18 награждённых не только военные медики, половина – волонтёры. Среди них Вера Полубок. До начала АТО женщина работала журналистом, затем занялась помощью переселенцам Донбасса. В августе прошлого года посетила центральный госпиталь в Киеве. После этого вместе с другими волонтёрами начала помогать раненым бойцам вещами, едой и медикаментами. Сегодняшняя народная награда, говорит Вера, для неё важнее любых государственных. В ней, по словам женщины, больше искренности. «Віддав свою медаль Слава Узилкову, відомий спортсмен-боксер. Срібну медаль на переплавку. У цих нагородах є почастниця Срібла від Слави. Віддають бабунички старенькі, свої сережки, свої колечки, які залишили на чорний день. Дай Бог, щоб у них чорних днів не було, но вони від щирого сердца, від щирої души, з молитвами, з дякою. Тому ця нагорода, її створив сам народ». Рані орден «Народний герой України» вручили ещё в трёх городах – Киеве, Львове і Днепропетровське. Его получили 60 человек. В списки следующих претендентов – уже около тысячи военных, волонтёров і журналистів. В дальнішем ордена будуть вручати не тільки на мирной території, но і на передовой. Лариса Говина, Инна Степанишина, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.